Можно брать долг или кредит на покупку недвижимости, но не в нашей стране. Вы знаете, что у нас процентная ставка невероятно высокая. Но мы знаем также, что европейские страны, американские страны, у них это нормальная практика. Там, допустим, 3% годовых. Человек, который берет квартиру, и обратно же надо смотреть на договор, как он оформлен, под что берется и так далее, он не ощущает этого долга. Потому что система построена таким образом. Окей, ты снимаешь квартиру за 700 долларов, а так ты платишь кредит 750, например, или там 800. Ну, небольшая разница, но ты платишь уже, выплачиваешь не хозяину за съемную квартиру, а ты выплачиваешь за свою квартиру, которая будет твоя. И при такой вот здоровой системе можно брать кредит. Но, допустим, то, что у нас, если вы берете квартиру в кредит, например, она стоит 50 тысяч, на выходе вы заплатите за нее 200 тысяч через 30 лет, если вы будете живы, и все вам повезет. Так устроена система, к сожалению, у нас. Поэтому в моем понимании лучше молиться и просить о Божьем чуде, лучше вести бюджет, чем влазить в такой долг. Помните, изначально мы говорили о том, что когда человек берет долгосрочные долги, он становится рабом этой системы. Эти долги, они мешают ему часто служить Господу. Он не сможет быть гибким, он всегда будет привязан к своей работе, к этому доходу, который необходимо ему иметь, для того, чтобы не остаться просто на улице. А при еще неграмотном подходе это все происходит очень и очень легко и достаточно часто. То же самое бывает, что человек нуждается в образовании. В определенных структурах, имеется в виду устройство экономического мира, например, на Западе, это нормальная практика брать кредит на образование. Я думаю, что в нашей реальности это тоже не мудро на сегодняшний момент. То есть смотрите, ищите, может быть просите мудрости, чтобы учиться без того, чтобы где-то, знаете, платить какие-то деньги. Нужно понимать, что никто тебя сразу не возьмет на высокую работу после того, как ты закончишь университет. Не ты один такой хитрый. И люди хотят работать с профессионалами, те, кто уже что-то умеют, и терпеть после института не всегда кого-то хочется, без опыта работы и так далее. То есть вы не думайте, что вы возьмете сейчас 10 тысяч долларов для того, чтобы поучиться где-нибудь в Пидыне, например, и после этого вдруг вы в течение нескольких лет быстренько отдадите этот долг и начнете зарабатывать и так далее. Так не бывает. Скорее всего, будет все очень сложно. Поэтому будьте мудрыми. При этом все же в определенных условиях на образование, на поднятие профессионального уровня, возможно, необходимо использовать эту возможность кредита. Тем не менее, если вы решились по какой-то причине взять кредит, сделайте этот долг скорее исключением, чем правилом своей жизни. Пускай это будет просто нонсенс для вашей жизни быть в кредите. Пускай это будет очень неестественно для вас. Это должно состояние быть внутреннее. Как для некоторых людей естественно быть должным или взять кредит, так пускай для вас это будет просто органически неприятным. Вы не хотите этого долга. Это не то, что вам нужно в вашей жизни. Как можно скорее запланируйте график выдачи. Возможно, но мы будем говорить о бюджете, если вы возьмете какой-то кредит, возможно, вам надо жестко пересмотреть бюджет в каких-то сферах развлечения, сферах покупок, каких-то балований о себя. И все силы, все свои экстра ресурсы нужно направить на то, чтобы вернуть этот долг. То есть максимально быстро, максимально качественно старайтесь. И, как мы говорили, составьте напечатанный план погашения этого долга. Напечатанный, не в уме. Я где-то буду там по чуть-чуть, там кидать где-то. Очень хорошо, когда цифры выглядят на бумаге. Тогда вы целостно и конкретно видите, из чего что состоит и как оно работает. Следующее. То, что касается долгов, а именно части, которая называется ручательство. Долг очень часто связан с этим понятием. Кто за тебя поручится? Каждый раз, когда вы подписываете ручательство за кого-то, вы становитесь юридически ответственными за чей-то долг. И по статистике очень часто человек, который ручается за должника, выплачивает этот долг. Хотите верьте, хотите нет. Точных цифр у меня нет, но они очень высокие. Очень высокие. Все начинается очень классно. Мама, я буду работать, ты главное, вот я сейчас хочу себе вот это, новую машину, но ты подпиши вот здесь квартиру, не бойся, я буду таксовать, я буду то, сё, и я дам всё, ла-ла-ла, такая история. И тут у него эту машину украли, или он ее разбил, например, и приходят к маме, а не к нему, потому что она является поручителем, и живет эта мама на улице. А он говорит, ну что ж поделать, такова жизнь случилась, я ж хотел как лучше. Мама поступила глупо, потому что у нее нет сил и возможности заработать на новую квартиру, подарить машину она ему не могла, ну так пускай бы и не подписывалась. Это всё равно, что взять и дать кому-то взаймы. Вот просто при ручательстве используйте тот же принцип. Ты можешь поручиться настолько, насколько можешь подарить человеку денег. Чувствуете разницу, да? Сразу становится неуютно, сразу становится как-то так. Так, книга притчей говорит, 17 глава, 18 стих. Человек малоумный даёт руку и ручается за ближнего своего. Малоумный человек даёт руку и ручается, говорит, если что, я за него. Ну здесь красиво сказано, в народе говорят тупой, да. Знаете, как написано, есть такая поговорка, что правила безопасности на заводе написаны кровью работников завода. И это правда, хоть и звучит немножко так пафосно, но честно. На самом деле любые правила, они изначально построены на несчастных случаях, которые были, кто-то палец оторвал, как говорится. Я знаю эти правила, как свои три пальца, да? На деревообрабатывающем заводе один говорит. Я знаю, как работать на этом станке, как три свои пальца. То есть два он уже обрезал, когда-то уже умеет. Итак, будьте мудрыми. Ручательство — это ловушка. Особенно, когда мы говорим о каких-то взрослых и серьёзных суммах. Поэтому не подписывайтесь, неважно, кто это. Брат, сват, мама, папа платить вам. Они потом разведут руками и скажут, ну что же, ну вот так же, ну же хотелось как лучше. А что хотелось как лучше? Тебе надо достать и заплатить. Вот и всё. Она будет смотреть на тебя, улыбаться, клипать глазами или даже плакать. И что изменится? Ничего не изменится. Достань и заплати. Всё очень просто. Итак, есть ли у вас вопросы по этой части? Кто хочет взять долг? Нет? Как сейчас, нужно всегда проигрывать в худший вариант. Да. В худший всегда. Желательно смотреть в худший вариант. А худший вариант… Думаешь, оно тебе надо? А худший вариант обычно так звучит, что ты понимаешь, что я не хочу ни брать, ни поручаться. Правда? Я даже не думаю. Да. Более людей долг. Что? Более людей долг. Допустим, вот квартплату поднимают. Квартплата — это не долг. Но может стать долгом. Нет. Ещё раз. Смотрите. Вы говорите таким образом, что кто-то вводит людей в долг квартплаты. Если ты правильно распоряжаешься бюджетом, у тебя не будет долга по квартплате. Не будет. Я объясню почему. Потому что если поставить квартплату в обязательный платёж, который не обсуждается, перед моим «хочу», тогда не будет долга. Чего вдруг? Тогда надо больше зарабатывать. Есть разница. Вы понимаете, в чём дело? Сэкономить ты не можешь? Ты не знаешь, Василий, можешь ты сэкономить или нет. Знаешь почему? Пожалуйста. Потому что ты не ведёшь бюджет. Ты не можешь сказать, можешь ты сэкономить или нет. Не могу. Вот. Некоторые люди говорят таким образом. Знаете, я помню общался с одним парнем верующим. Он говорит, я, когда езжу на электричке, я не покупаю билет принципиально. Потому что уровень их электричек, он не достоин моего билета. И они такие старые, эти электрички, что я ещё должен за это платить. Понимаете, да, подход? И говорю, послушай, тебя никто не заставляет туда лезть. Найми такси, раз ты такой молодец, и заплати за это. Тебя никто не заставляет в квартире жить. Купи палатку. Меньше будешь платить коммунальных, может быть. Если ты подвязываешься под какой-то уровень, так почему ты возмущаешься, что этот уровень стоит чего-то? Если он стоит, а ты не можешь его заплатить, возможно, это не твой уровень. Нужно носить штаны своего размера. Можно переехать в село. Можно отапливаться дровами какими-то, например, в селе. Мы так не думаем, правда? Мы хотим определённый уровень, но мы никогда не хотим нести полную ответственность. Да, возможно, и шестером надо жить, раз не хватает возможности оплатить что-то. Послушайте, есть определённые представления о нашей жизни, вообще о жизни, как она должна выглядеть. И мы не хотим иногда прогнуться под эти представления для того, чтобы выйти из долгов, понимаете? Для того, чтобы не начинать эти долги и так далее, и тому подобное. Но если мы серьёзно говорим о каких-то вещах, ну что ж, серьёзные времена, серьёзные поступки. Почему бы и нет? Нужно что-то делать. Где-то нужно будет и продать квартиру, где-то переехать в попроще район, где-то что-то начать делать, а где-то что-то перестать делать. Жизнь, она непростая. Жизнь непростая. Надо просить о мудрости. Ещё практические вопросы есть у вас? Всё очень просто, Василий. Если тебя не устраивает уровень твоего дохода, ты можешь поменять... Если тебя не устраивает, как устроена экономика страны, ты можешь поменять страну. Ты же человек свободный, правда? Что ж ты возмущаешься? Ты не управляешь страной. Они берут кредит и потом заставляют нас подогревать. Ну, ты можешь быть против, и что изменится? Ну, пожалуйста. Но тебе придёт платёж, который надо будет заплатить. Если не подходит страна, ты всё можешь поменять. Это твоё дело. Но никто же тебе ничего не навязывает. Ну, поэтому лучше хранить себя в мире. Итак, у нас до конца занятия осталось полчаса, по идее, до начала еврита. Мы можем продолжить сейчас, да, а потом сделать более полный перерыв. Мы ещё будем касаться вопросов долгов. В той или иной мере я хотел бы, чтобы вы для себя определили вот именно вот этот важный момент. Верующий человек — это человек, который должен стремиться не жить в долгах. Даже если система вашей страны подразумевает, что вы можете спокойно это делать. Моё понимание этого всего, моё понимание. Старайтесь быть не должным никому ни в чём, кроме взаимной любви. Никогда не поручайтесь той суммой, которую не можете подарить, и никогда не одалживайте сумму, которую не можете подарить. Вы не видите этого в Библии. Но это жизненный опыт, который показывает, что поступая таким образом, вы сможете и отношения сохранить, и своё сердце сохранить, и не подставить под удар свою семью, за которую вы ответственны в первую очередь, а не за чужую какую-то или за своих друзей и так далее. Ваши дети не должны голодать только из-за того, что вашим родственникам захотелось купить новый телевизор. Не должны голодать. Понимаете? Это неправильно перед Господом. Итак, мы говорим… Сейчас мы немножко начнём с вами тему о даяниях. Мы говорили о долгах, но сейчас мы коснёмся темы даянии. Но для того, чтобы качественно разобрать эту тему, нам необходимо заложить правильное основание библейское, посмотреть, что вообще Библия говорит об этих вопросах реально. И для того, чтобы говорить о библейском взгляде на даяния, нам нужно помнить, что Библия — это очень уникальная книга. Она была написана в достаточно большой период времени. Она не была написана, например, в 2015 году, и все понимают, о чём идёт речь. Мы открываем книгу «Бытие», и мы читаем вообще о древности. И мы же понимаем, что и государственное устройство, и экономическое устройство, оно было совершенно другим, чем в наше время. Но иногда мы, как верующие люди, читаем, и мы говорим, «О, я буду поступать вот таким образом». И мы пытаемся, в каком-то смысле, вернуться в те времена. А оно не очень-то и работает. Мы понимаем, что для разного периода времени есть свои условия и свои необходимости, что нужно учитывать. Мы понимаем, что в период, например, до закона Моисея отношения Бог выстраивал с человечеством по определённому образцу, по определённым порядкам. И мы сейчас попробуем с вами разобрать эти периоды. Существует в истории три периода, о которых мы с вами поговорим. Первый период — это период до закона Моисеева, до Синайского закона. Вы можете прочитать это в Библии. Как мы видим, в каких книгах описан этот период? Бытие, совершенно верно. Потом начинается книга «Исход», и где-то в середине книги «Исход» появляется такая вещь, как закон Моисея. Правда? Но нужно понимать, что книга «Бытие» — это всего лишь определённое количество глав, но на самом деле это был достаточно длинный период, не в одного десятка лет. То есть люди жили, они торговали, они имели какие-то финансы и что-то с этими финансами делали. Что мы видим? Что в период до закона Бог строит личные отношения с человеком. Например, мы говорим «Адам» и «Ева». Существует Адам, существует Ева, вот Бог, и он с ними имеет взаимоотношения. Потом мы видим, как у них рождаются дети, Каин, Авель, и тоже Бог имеет с ними личные взаимоотношения. Не идёт речь об обществе, государстве или каком-то таком понятии. То есть есть Бог, а есть личность. Например, мы говорим об Аврааме. Очень интересная личность, да? Но не было у Авраама какого-то конкретного закона. Бог является ему, Бог открывает ему себя. И мы не видим такого предписания, что Бог говорит «Я даю тебе заповеди». И там перечисляет 59 или 613 заповедей, по которым живёт Авраам и так далее и тому подобного. Нету такого личные отношения. Вот Бог, вот человек. И мы читаем о том, что, например, тот же Авраам, он старался иметь взаимоотношения с Богом. И когда он строил эти взаимоотношения, очень интересно, что с 12 главы книги «Бытие» мы читаем о том, что Авраам начал приносить жертвы. Ни с того, ни с сего. Не было такого понимания, ну или, скажем, такого повеления от Господа, когда Бог бы обратился и сказал «Авраам, я хочу тебя научить о том, как ты должен приносить мне жертвы». И вообще, жертвенник должен выглядеть таким и таким образом. Он должен был, ты должен там, а он должен быть вот такой, а жертва должна быть вот такая, и мне это будет приятно. Всё это мы читаем позже, потом в книге «Левит». Некоторые из нас, когда открывают книгу «Левит», просто в ужасе, правда? Потому что там сплошное описание, как это должно быть. Но в жизни Авраама ничего подобного нет. Тем не менее, мы видим, что по своему пониманию и разумению человек пытался иметь какие-то взаимоотношения с Богом, и выражались эти взаимоотношения через принесение Богу определенных материальных вещей. Хотя Бог не говорил ему этого делать. Никто не проповедовал о том, что нужно принести десятину или каким-то образом обозначить свою благодарность. То есть, особенность этих взаимоотношений с человеком ради самого человека. Вот есть Бог, вот есть человек. И следующий период, это был период до закона, следующий период — это период Синайского закона. Мы помним, что Бог выводит нацию, выводит еврейский народ из рабства египетского и в пустыне дает им закон. Закон этот был особенным. Второзаконие, 4 глава, 8 стих. Также Левит, 26, 11, 12. Второзаконие, 12, 8. Эти места говорят о том, что эти законы являются справедливыми. И если мы действительно будем изучать те времена, народы, исторический контекст того, как это происходило, мы увидим, что на самом деле Синайский закон, он был очень милостивым законом. И где мы можем прочитать об этих законах с вами? С середины книги Исхода и до Иисуса Навина. Фактически, да? То есть Бог объясняет не просто одному человеку, а народу, как должны выглядеть взаимоотношения народа и Бога. Согласитесь, народ — это намного сложнее структура, чем один человек, чем одна семья или один клан, например, которым было семейство Авраама. И здесь все менялось, потому что Бог определял место приношения. Если Авраам мог это сделать по своему усмотрению сердца, то здесь Бог говорит, нет, я хочу, чтобы было определенное место, и ты не можешь принести жертву где угодно и как угодно. Жертва должна быть принесена на определенное место. Должен был, или скажем так, был оговорен способ о том, как она должна быть принесена, а также форма этой жертвы. Мы читаем о хлебах предложения, мы читаем о различных ягнятках, телятках и так далее, и тому подобное. И Бог очень детально и принципиально оговаривает. Я не хочу, чтобы вы поступали, как вы хотите, как вам кажется. Я принимаю только вот такие жертвы, вот так оговоренные, вот так принесенные, и так далее, и тому подобное. То есть человек не мог и не должен был руководствоваться законом совести, потому что вступал в действие Синайский закон, который также подразумевал коллективную ответственность за свои поступки. За свои поступки. Это то, что ты говоришь, Василий, вот я не согласен, но ты являешься частью коллектива. Ты можешь быть не согласен, но тем не менее коллектив решает брать кредит или не брать. Вот и все. Все очень просто. То же самое относительно еврейского народа. Народ решает, как поступать, служить ли Богу Всевышнему или не служить. И служение или не служение приводило к чему? Либо к благословению народа, либо к проклятию народа. Потому что мы читали с вами отчасти сегодня второзаконие 28 главу, где говорилось о благословениях и проклятиях, о преимуществах и наказании нахождения в Синайском завете. Человек, он становился частью большого общества. И особенность этого периода, который длился от дарования Торы, от дарования закона Моисеева до воскресения Ишуа, особенность этого периода в том, что взаимоотношения с народом были предоставлены через народ или и ради народа, или, скажем так, через представителя народа ради народа. Был первосвященник, который приносил жертву, были священники, то есть был некто, некий представитель, который приходил перед лицо Божье и приносил жертвы за всех остальных, ходатайствовал за всех остальных, соблюдал порядок храмовый для того, чтобы отношения имели успех и были хорошими. И мы понимаем, что какой-то израильтянин, например, в каком-то городке он мог быть очень благочестивым, но если весь народ отступал, то благочестивый человек, к сожалению, терпел вместе со всеми остальными. То есть если этот посредник переставал посредничествовать правильно и чисто, начинались проблемы у всего народа. Следующий период, в котором мы с вами живем на сегодняшний момент, это период Нового Завета. И в 1 Петра 2 глава 10 стих Римлянам 9.25 2 Коринфянам 6.16 Матфея 18.20 Мы читаем о том, что посредством Нового Завета Бог созидает для себя новый народ. Бог созидает народ. Еще раз, мы говорим об определенном обществе. И в данном периоде Бог вступает с человеком в новые взаимоотношения. И это происходит так же, как и в первом периоде, который мы с вами рассматривали, то есть личные взаимоотношения ради человека, но так же, как и во втором, то есть отношения с человеком для созидания народа. Иными словами, у нас есть возможность приносить Богу жертвы, хвалы, прославления и так далее по нашей совести, как это было в первом периоде, но так же мы ответственены с вами за развитие тела Христа, как это было во втором, то есть за развитие за общество, в которое мы с вами помещены. И Писание говорит о том, что когда страдает один член этого общества, страдают и остальные члены. Но при этом, при этом, Бог все равно вводит нас еще один уровень особенностей этих взаимоотношений, потому что мы становимся его детьми, а он становится нашим отцом. Уловили суть? Наш период, в котором мы с вами сейчас находимся, Бог является нашим отцом. Мы имеем свободу в нашей совести приносить ему жертвы, благодарности так, как мы хотим, тогда, как мы хотим, столько, сколько мы хотим. Правда, нам же не нужно ходить на определенное место, то есть это то, что делали в первом периоде. Но при этом, при этом мы все равно являемся частью тела Христа. И у нас есть ответственность за тело Христа, за сирот, за вдов, за служителей и так далее и тому подобное, чтобы наше служение перед Господом, оно было, просто было, потому что если мы не будем заботиться, ничего не произойдет. Мы с вами здесь учимся только из-за того, что тело Христа увидело необходимость в таком обучении. Наше обучение бесплатное, но вы понимаете, что оно бесплатно для вас, но был кто-то, кто посчитал, что он готов заплатить за это, за этот свет, за пребывание, за все, за все, за все, чтобы мы могли чему-то научиться. Наши служения проходят для того, чтобы мы могли расти, но они не смогут проходить, если мы не скинемся с вами на арендную плату зала, если мы не купим микрофон, если мы не позаботимся о том, другом и третьем. Просто ничего не получится. Поэтому мы также, находясь в теле Христа, ответственнее за то, чтобы служить телу. Итак, особенность этого периода взаимоотношения с каждым человеком, который является представителем народа ради человека. Если у вас вопросы по этой части, вы понимаете, да? Вот все поняли о трех периодах. Хорошо, итак, сейчас мы немножко коснемся темы подарков или наших с вами даров. Мы золотых батонов, да, как принято. Итак, золотые батоны. Что могут выражать наши батоны? Я вам скажу. Благодарность, совершенно верно. Они могут выражать любовь, правда? Они могут выражать заботу, они могут выражать страх. Правда? Если вы хотите расположить какого-то человека к себе могущественного, вы хотите сделать ему подарок. И человек, глядя на ваш подарок, он чувствует, боитесь вы или нет. Но бывают такие обстоятельства, согласитесь, подарки бывают разные. Но тем не менее, подарки это очень интересная вещь. Потому что ценность подарка показывает наше отношение к человеку. Правда? Подарком можно радовать, можно оскорбить. Очень легко. Дайте какому-то уважаемому человеку какой-нибудь такой 10 рублей положите или еще он вам сделал какое-то великое одолжение. Например, вы просто сказали спасибо. Ваше спасибо в деньгах для него не намажешь. Цветы и конфеты не пью, как говорят врачи некоторые. Ну каждому свое. Тем не менее, чем выше цена для дарящего, тем выше уважение к принимающему. осознайте эту мысль. Чем выше цена для вас лично, тем вы больше уважения оказываете этому человеку. Это надо всегда понимать. Предположим, приходят мои дети ко мне и начинают мне что-то дарить. Приносят. И я вижу, что там лежит какая-то для меня абсолютно бесполезная вещь. Ну предположим, там из глины что-то слеплено и туда вставлен кусочек лего. и еще что-то там такое. И я понимаю, что для меня мусор выкину, даже не буду смотреть. Если у меня нет отношений с ними, но понимая некоторые вещи, как устроена их жизнь, я понимаю, что мне сейчас отдают самое ценное, что у них есть. И ценность этого подарка в том, что они оказывают мне уважение, потому что они отдают самое ценное. Понимаете, да? И если ребенок приходит и отдает мне, например, фантик для бумажки, что я могу понять? Он меня не уважает, правда? Но если он отдает мне конфету с фантиком, я понимаю, что он высоко меня ценит. Так во всем. Это работает с детства, это работает с нашими детьми, это работает с нами, на работе, в школе, неважно. Чем выше цена для того, кто дарит, тем выше уважение к тому, кто принимает. И в зависимости от того, принят ли подарок или нет, мы определяем то, как к нам относятся люди, правда? Ну, представьте, муж набедокурил перед женой, купил ей самый дорогой подарок, приносит, она говорит, одень это себе на голову. И он понял, не судьба, мимо, мимо. хотя подарок может ценен, он говорит, так что, я забираю, нет, оставь, можешь просто уйти. Ну, то есть ты понимаешь, что принятие или непринятие, оно показывает отношение людей. Если подарок принят и принят с благодарностью, мы всегда ищем этого. Когда мы даем кому-то подарки, мы ищем определенного знака, правда? Что это нравится. Мы хотим знать, что ты не просто потратился, потому что это тупо потратиться просто так. Мы хотим, чтобы человек почувствовал, что ты его любишь, что ты ценен для него, что он для тебя ценен, что ты не просто отдал, что это важно, что тебя не используют, и ты его не используешь, что есть взаимоотношения. и в этих случаях, вы знаете, слова не нужны, вообще ничего, ну вообще даже ничего будет не сказано, просто тишина может быть. Ты положил подарок, ничего не сказали, но все понятно, правда? Просто все понятно, что все это было зря, эти розы не помогут. Если ты все время ведешь себя неправильно, то на 8 марта потратить 15 тысяч на букет из 100 роз ничего тебе не поможет, потому что его просто выкинут, и если нет взаимоотношений, то нет. Итак, через дары к Богу человек выражает свое отношение к Нему. Вы должны это услышать и осознать как один из важных принципов. Когда мы что-то отдаем Господу, мы выражаем свое отношение к Нему. Этот же принцип подарков действует и относительно людей. Когда люди не готовы жертвовать для Бога, это говорит о состоянии их сердца. Помните, мы говорили с вами о ребенке, который прибегает к вам и отпиливает 10% шоколадки и отдает вам? Вы понимаете, что через такой дар этот ребенок показывает свое настоящее отношение к вам? Что вы на самом деле не цены для него, вы просто источник, который приносит 90% и приносите, конечно, это же приятнее 90%, чем отдать 10%. 10% тоже не хотелось бы, но что поделать, таковы правила игры. Если мы относимся таким образом, то беда с нашим сердцем, беда с нашим сердцем. Через свои приношения мы можем выразить благодарность и любовь Богу за то, что Он нам дал уже. И вы знаете, что наше отношение, показывая наше даяние, показывая наше отношение к Богу направлено в прошлое, а не в будущее. Что я имею ввиду? Мы даем не потому, что мы хотим расположить Бога в будущем и после этого Он начнет нам давать больше. Мы даем, потому, что Он нам уже дал. Понимаете разницу? Это не лотерея, это не рулетка, когда человек что-то платит и надеется получить взамен что-то большее. Это благодарность. Боже, все, что есть у меня, оно принадлежит тебе, пришло как дар. Я выражаю это как дар. Я прошу, прими это как дар. Это ценность для меня. Я люблю тебя, я благодарен тебе за это. И даже если ты мне больше потом не заплатишь, я не ищу заплаты, я просто благодарен. Я просто благодарен тебе. И вы знаете, в начале наших взаимоотношений, когда мы только начинаем строить с Богом взаимоотношения, мы можем принести дар и испытать Бога, есть ли Он вообще, есть ли Бог, принесу дар и испытаю, благословит Он меня или не благословит. это первые шаги на пути взаимоотношений. Но не стоит постоянно останавливаться и испытывать Бога, принося Ему дары и ожидая, что Он за это нас будет благословлять. Вы знаете, что с детьми дети понимают эту игру. Вот они предлагают тебе что-то, ты берешь, а за это им приносишь еще больше. И они быстро ухватывают тему, что надо давать, чтобы ты принес больше. Но это детство, это детство, это незрелость. И плохо, когда человеку 45 лет, а он с мамой по-прежнему себя так же ведет. Так не должно быть. Мы должны расти в наших взаимоотношениях. Поэтому когда говорят о том, что и в этом хотя бы испытайте меня, принесите десятины и так далее. Помните это место из Малахии? Мы дойдем до этого еще разбора 3.15. Человек опытный, знает. Часто, наверное, вас напоминают в церкви. Это нормально. Речь идет об детях отступниках, о верующих евреях, которые отступили от Бога. И Бог говорит, вы, будучи отступниками, можете меня испытать. Принесите десятины и посмотрите, открою я небо или не открою. Но мы же не можем испытывать Бога вечно. Правда? Он откроет, потому что Он заботится о нас, Он благословит нас, но десятина или любое материальное даяние, которое мы даем во славу Божию, на дело Божие, оно не может являться попыткой купить Бога. Если бы мы могли купить Бога, Бог был бы уязвим, Он не был бы хозяином. А как это возможно? Ну, что я могу ему дать, если все его? Помните, мы подробно об этом говорили? Это глупость полнейшая, это заблуждение. Я сею сейчас, короче, я сею сто рублей, я провозглашаю во сто крат мое семя. Ага, 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 послушайте, это такая глупость. ты пытайся манипулировать Богом, как бы, люди, это не работает, вы понимаете? Точно так же, как есть, когда человек, мы были в Африке, и там слышали об одном служителе, очень большая африканская церковь. Знаете, многие церкви в Африке, они похожи на большую реку, она очень большая, но она очень мелкая, очень мелкая, просто неглубокая. И там был такой популярный один проповедник, и все просто были впечатлены ним, и он проповедовал примерно таким образом. Вообще проповедник идеи преуспевания, вот именно верующий должен быть богатым, и все такое, в его церкви там он один, по-моему, богатый, все остальные классически бедные, да, но то, как он их разводит, я просто был впечатлен его харизмой, скажем так, хуцпе, красно... Я не слушал его, но другие верующие братья рассказывали о нем, такие именно толковые люди, верующие, они говорят, он проповедует таким образом, плюс, даже так было, он такой известный был, что я помню, что нас гаишники остановили, там их много, типа, кто вы, что вы, там парень, который был за рулем, он немножко нарушил, он там, типа, я извиняюсь, я верующий человек, я там, ну, проследил знак, там, виноват, простите меня, и тут гаишник, а ты из этой церкви? Ну, то есть, из того, он говорит, не-не-не-не, он говорит, да, знают у церкви, там, ну, как бы, все знают об этой церкви, церковь преуспевания, он говорил, ты должен пойти домой и принести мне своего Исаака, ты должен понимать, что Бог хочет, чтобы ты взял самое ценное, самое такое важное и последнее в своей жизни, дай быстро, быстро, я жду, вот здесь просто жду, 20 минут у тебя, побежал домой, взял все свои деньги и не смей оставить ни цента и принеси своего Исаака. Все серьезно, 20 тысяч человек в церковь, понимаете, да, находятся какие-то свидетельства о том, что вдруг один в какой-то банановой стране там проверил свой счет и оказалось, что на счет ему пришло 10 тысяч долларов, чудо умножения, все об этом знают, никто это не проверил, но все об этом знают и такие какие-то свидетельства и вот эти манипуляции на приношении, друзья, это грех, нельзя манипулировать таким образом, нужно объяснять о финансовых принципах, нужно объяснять о том, что твоя жертва, она должна быть добровольной, она должна быть от твоего сердца, она должна быть искренней и ты не можешь купить Бога, то есть принеси Исаака и за это Бог тебя благословит, понимаете, да, и многие осознанно становятся нищими, просто вынося все из дому ради этого человека, который просто купается в роскоши, но он считает, что так нужно, что так должно быть, но, к сожалению, это беда и, к сожалению, это присутствует. Итак, нам нужно развивать свои взаимоотношения с Богом, выражая Ему свою любовь и благодарность за то, что Он сделал для нас, показывая это через наши дары, как мы ценим Его и как важно для нас то, что Он сделал. Аминь. На сегодняшний момент мы и закончим с вами и продолжим понедельник. Субтитры создавал DimaTorzok